В чём разница, когда интересные находки попадают коллекционерам и учёным? Коллекционер хранит и сдувает пылинки, а учёный обязательно разберёт или сломает. Так случилось и с некоторыми интересными артефактами из Папуа Новой Гвинеи. Находки представляли собой кинжалы из человеческой кости и костей крупных нелетающих птиц. Вплоть до 20 века воины на островах южной части Тихого океана использовали эти кинжалы в ближнем бою, чтобы добить врагов, раненых стрелами и копьями, или ранить и захватить в плен, как правило на ужин. Также раненые но живые пленники лучше хранились в отсутствии холодильников. Но в 20 веке многое изменилось, и в этих целях кинжалы уже не применялись, как собственно и кулинарные предпочтения местным жителям пришлось изменить. На кинжалах были вырезаны сложные узоры, а носили их на повязках, как украшения или для лёгкой доступности если будет в них необходимость. Местные жители считали, что кинжалы из костей людей придавали сил их обладателям, возможно их делали из великих воинов или отцов после их ухода из жизни. Но в большинстве случаев такие кинжалы были изготовлены из костей крупных нелетающих птиц. Казуаров в Папуановой Гвинеи, эму в Австралии, страусов или муа как в Новой Зеландии пока их всех не съели. Реже использовались кости человека, такие кинжалы имели большой символизм и служили гордостью для их обладателей, демонстрируя уровень социального престижа. Но и внешние изделия из костей птиц отличались от человеческих. Кинжалы из костей лапкозуаров были прямыми, а из костей людей были более изогнутыми. Такая форма придавала больше прочности. Изделия из костей человека было не так просто изготовить, поэтому их берегли, а птиц легче поймать и сделать из них оружие. Эксперты долго колебались между костной прочностью и символизмом, как причиной выбора костей. Поэтому учёные задались целью узнать, зачем использовать человеческую кость, если летальные травмы наносят и кинжалы сделаны из костей казуаров. К тому же птиц легче поймать и убить. Чтобы получить ответы на свои вопросы, группа антропологов и инженеров исследовала структурную механику лезвий, изготовленных из разных костей. Кинжалы, которые использовались для измерения прочности, были изготовлены в начале и середине 20 века, а также был куплен ещё один кинжал 1970-х годов у частного торговца предметами искусства. Компьютерный томографический сканер проанализировал плотность и геометрию, в то время как машинонатяжение и компьютерное моделирование оценили, сколько требуется силы для разрушения изделий из костей. Результаты показали, что кинжалы изготовленные из костей птицы человека имеют схожие механические характеристики, но кинжалы из людей были более прочными под механическими нагрузками, примерно на 31%, но эта прочность обусловлена скорее их кривизной и более толстым налётом. Кривизну таким кинжалам придавали намеренно при изготовлении. Поэтому с точки зрения прочности выбор жителей района реки Сепик в Папуа-Новой Гвинеи, откуда собственно и были образцы, трудно объяснить. К тому же, кинжалы из птиц было легче носить с собой и легче заменить при необходимости. Помимо этого отсутствие изгибов на лезвие придавали больше удобств при ношении. В заключении учёные предположили, что мотивация владельцев кинжалов из человеческой кости была воплощением символизма и социального престижа, что согласуется с теорией сигналов в эволюционной биологии. Возможно владельцы кинжалов из костей людей были завидными женихами. На этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.